так готовлюсь еще к одному видео и обновлю помаду далеко не вижу но так чисто на автопилоте опять у меня вот это вот итальянская помада кио в общем привет с вами ваша сила бата флай серебряная бабочка и продолжаем разговор про ароматы восьмидесятых я тут и даже накопилось несколько мужских ароматов что мне кажется мужчины которые меня смотрят будут не обделены в этот раз начну я с аромата кредия уома у меня была полная версия стольничек и вот такие вот миниатюрки две или три штучки и я подарила такой парфюм своему племяннику и почему-то ему он не очень понравился он сказал что он какой-то старческий естественно племяннику 26 лет что он может еще сказать он не нюхал такие парфюмы в те годы когда они были созданы и у него новое направление то есть как бы воспринятие аромата уже когда он вырос и начал нюхать то что производить начали тогда ну вы поняли а мы с вами понюхаем этот и ума мне кстати он нравился я делаю обзор подробный ну как сказать опять же это одно направление вот вы знаете парфюм есть колонн называется one man show от богард это примерно из этой же самой серии этот аромат был создан в фирме них восемьдесят четвертом году послушаем ноты для меня это вот опять же одного направления как я и сказал от богард но он разный в верхней нотах здесь альдегида артемизия ягоды можжевельника мандарин базилик лимон средние ноты цикламен гвоздика сандал жасмин белый кедр иглы сосны и герань базовые ноты кожа пачули мускус дубовый мох и ветивер или ветивер каждый раз я забываю какое где на каком слове слоги ударение на первом втором или на третьем так ну что как только я сказала вот сандал и ветивер я это услышала здесь сказано что есть ноты можжевельник можжевельника и гвоздики так и не так так потому что гвоздика в то время сувалась почти в каждый парфюм ну как нота гвоздики не сама гвоздика и еще неизвестно как она делалась эта гвоздика я не знаю я не химик а вот именно можжевеловые вот такие игольчатые нотки какие-то ягоды можжевельника это действительно там есть это вот такая горечь которая присутствовала только в те годы сейчас это уже все мужские ароматы они какие-то более подслащенные далее у меня будет карвен карвен это старинный французский модный дом я даже понюхаю специально для вас я уже делала репортаж когда-то причем у меня было два карвена один мужской вот и вот этот женский мужского сейчас у меня нет а женский мне напоминает вот то время когда мы били были детьми и был дефицит мыла почему-то вот такого красивого иностранного мыла и вот когда мама покупала какие-то необычные продукты парфюмерные или мыло она доставала их где-то и вот это мыло помню принесла в такой вот круглежек в таком кругляшке не помню название ничего но вот это именно она мне напоминает такие мыльные воздушные альдегиды на ноты она как бы не разбирается но в принципе сейчас мы с вами почитаем ноты если они там хорошо заявлены так значит прочитаю кто был парфюмер сначала робертет то есть эта компания или сам парфюмер выпущен в восемьдесят втором году верхние ноты гиацин гальбаном гагамот альдегиды и малина вот я слышу вот этот вот гиацин и гальбаном малину не слышу в таком явном варианте как вот допустим есть у меня малиновые варианты и вы знаете этот вид это видео далее идет а в средних нотах жасмин тубероза гвоздика роза ландыш опять же вот наверное они взяли такие миле частицы что ничего не выпирает и поэтому ты не можешь распознать все как бы по отдельности это идет как в купе опять же это дань сезону дань тому времени потому что наверное был такой вот как бы клич среди парфюмеров чтобы люди не узнавали ноты а относились это как по разведению искусства как одному чему-то целому и потом у нас идет мускус ландыш дубовый мох конечно же любимый наш дубовый мох а по крайней мере мой потому что сейчас он немножко не такой совсем другой но тот мох его сразу можно было распознать и кедр из вершины так и дальше хочу показать вам очень задрыпанную старую коробочку которую я не могу выкинуть почему потому что она действительно подернутая временем и хранить себе вот это время а мне всегда важно какой-то вот отпечаток времени так это у нас хо ханг клап отдались от баленсиаги ох 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 а уже вот сейчас это пахнет не побоюсь этого или побоюсь этого слова сказать ретро но на хороший манер мне нравится такое ретро мне бы все-таки хотелось чтобы люди прислушивались к этим нотам и находили в этом ретро что-то такое оригинальное не обязательно передозировать но можно хотя бы купить себе маленькую какую-то миниатюрку и баловаться но так чисто для себя если вы парфюманы почему бы нет почему бы не взять что-то такое и понюхать мне он очень нравится мне он очень нравится такие как будто соты сейчас посмотрим значит это было выпущено у нас восемьдесят седьмом году верхние ноты артемизия кориандр бергамот амальфитанский лимон базилик средние ноты гвоздик опять гвоздика представляете вот она вот так вот заявлена в ароматах тех лет да а когда я искала по отдельности я не могла найти подробную информацию то что нашла вы увидели в моем клипе так борис самбра стирокс алибаном и кожа ну здесь кожа это все вот в этой вот хоханг клапп от баленсиаги если вы ищете супер тяжелую кожу это она и кстати еще одна супер тяжелая кожа у меня есть вот в таком аромате от Клода Монтана о котором я делала подробное видео единственное что могу сказать что здесь здесь вот эта кожа сиденья автомобиля крутого автомобиля интересно когда он был создан он был создан в восемьдесят девятом парфюмером Эдуард Флетчер здесь ноты альдегиды корица лаванда мандарин тархун перец бергамот лимон средние ноты гвоздика так настурция роза игла сосны герань базовые ноты лабданом кожа сандал пачули дуповый мох ваниль ладан белый кедр и серый амбра представляете какое богатое сочетание здесь опять же всего понемногу вы не можете вынехать какую-то определенную ноту это такое вот это такое произведение искусства как в музыке ничего не выпирает если что когда-нибудь идет просто соло какого-нибудь инструмента например флейты на котором я когда-то играла но что я скажу что здесь полностью идет оркестр и ничего не выпирает у них нет одной мелодии как бы солирующей идет полностью мелодия всего оркестра далее у нас идет парфюм rare от джакомо опять же я делала очень много вам разных зарисовок с этим ароматом я его обожаю но опять же в духе времени я не могу им пользоваться потому что он настолько темный и загадочный что я уже честно говоря боюсь выглядеть такой вот такой темный и загадочный да там чтобы не дай бог там если куда-то я пойду на тусовку не показаться не в теме так что иногда я хожу на такие тусовки вы сами знаете там диапазон людей от двадцати до семидесяти да и смотря с кем я общаюсь я общаюсь более с молодыми чем более с взрослыми поэтому я как бы это наслаждаюсь я чувствую это но я не использую это в люди это это уж слишком тем темный аромат я ничего не могу поделать я хочу это полюбить да но это сила это сила которая тебя просто можно сказать чуть ли не подавляет а я такой человек что я не люблю чтобы меня кто-то или что-то когда-то подавлял вы наверное это заметили так что же здесь есть есть у нас роза роз де май ветивер бессмертник кориандр мох сандал пачули и сандал и конечно же есть кардамон и роза если я ее не упомянула здесь все он хорош когда разведывается в очень мокрую такую снежную погоду какая была вчера на тусовке но все равно я его побоялась одеть так что это просто так аромат как бы для коллекционера для тех кто любит ароматы для тех кто любит распознавать какие-то ноты что же еще ну конечно же сальвадор дали у меня таких аж два вот и как жалко что у меня нет вот поблизости кого-то кто бы это использовал так же как и я часто да и и хоть у меня и есть подруги которые очень разбираются в духах встречаться приходится крайне редко а для парфюманияка это просто ну как это убивает потому что ты не можешь напрямую общаться меняться чем-то там это время а время это деньги это все для парфюманияка потому что у тебя настроение меняется мода на парфюме меняется на течение меняется и ты как бы с этой волны перепрыгиваешь на другую ты по ходу пьесы ищешь новые ароматы рассказываешь о них и понимаете вот в моей голове вот как в большой огромной библиотеке я должна все упомнить если честно я его наношу настолько редко что когда я его открываю как будто я открываю заново Америку у меня есть и такой и вот pen size то есть именно в ручечке travel size как говорят по-английски то есть для путешествий какой кайф да посмотрите я вот этот даже еще не использовала потому что ну мне хочется как-то чтобы с кем-то или поменяться или просто показать да здесь как-то пустит классно опять же дань времени золото и черное ну и конечно губы с носиком я не помню на вскидку в каком году 80 каком 85 парфюмер альберто мариес верхние ноты альдегиды фруктовые ноты зеленые ноты мандарин базилик бергамот ноты сердца тубероза флетеранж лилия корень ириса жасмин и ландыш нарциссы роза и в базе бензоин сандал амбра мускус ваниль кедр и миро представляете какая богатая палитра ну просто прелесть я его люблю в снег или в дождь и когда садишься в такси вот так вот все расплывается что таксист может потерять ориентир так что потише на поворотах и мы пришли к моей любимой Лулу которую я почти не ношу у меня не хватает просто времени и вот знаете именно такого настроения и именно такой ситуации чтобы носить этот партюм я просто люблю его нюхать в тишине и кайфовать просто он настолько необычный он настолько у меня кстати есть полная версия а я люблю нюхать вот эту вот миниатюрку потому что так быстрее доставать и вам ну так вот а что я хочу сказать для меня это какая-то супер супер горькая роза если можно так выразиться вообще есть ли такое понятие горькая роза по-моему это опять мое собственное изречение которое нужно взять на карандаш что я скажу это вроде бы как и ваниль внутри и что-то горькое я хочу побрызгать я хочу немножко нанести и вспомнить потому что на коже он совсем по-другому чем на блотере и я люблю когда он развивается не просто с первого штриха а со второго с третьего он такой когда он в свое время был выпущен у меня его не было он был у одной из моих сотрудниц и он мне не нравился господи мне чуть ли не тошнило от него а сейчас то ли это дань времени то ли из-за того что это вверх полностью возвращает тебя туда где ты был и мне там было так хорошо что даже и парфюм который мне казался тогда очень странным он и сейчас супер странный для этого мы все и созданы что мы все со странностями и это надо принимать как есть парфюмер сандал мускус бензоин ваниль и ладан что хочу сказать про этот аромат этот аромат мне очень подходит по характеру по поведению по мысли сейчас вот буквально ну как ночью ночью я пришла часа в два ночи да немножко поспала и давай снимать вот эти клипы про восьмидесятые вот сейчас уже почти там сколько четыре пять часов я решила все-таки закончить этот проект потому что хотя нет это еще наверное второй сказать пару слов что вот это вот аромат фрик и кто-то сказал там типа вы ходите на какие-то тусовки для фриков но что мне хочется сказать таким людям ну а вы то сами кто вы что не фрики вы те которые осуждают все и всех и вся вы сидите там в тишине где-то никто вас не видит вы спрятались и считаете своим долгом сказать кому-то что вот вы там фрик выходите на фриковые там шоу или тусовки хотя по сути в той тусовке было очень много то есть такая толпа разношерстная там были и голые люди и профессора и юристы и доктора просто все веселились вот в чем дело я хочу донести до вас эту мысль вы веселитесь почувствуете разницу изучайте жизнь изучайте хотя бы начиная с парфюмов и будет вам счастье вот примерно то что я сегодня хотела наговорить вам за день у меня мысли скачут мне нужно еще сделать кое-что на кухне а я быстрее быстрее как заводная делаю эти клипы и у меня оказывается в миллион раз больше 90-х и это целая история это отдельное видео будет а может быть и несколько потому что то что я почему-то думала что это принадлежит к концу 80-х оказалось на поверку когда я начала проверять в 90-х но об этом будет у нас отдельная история на этом я заканчиваю свой репортаж про ароматы 80-х часть 2 закончилась всем всего самого хорошего с вами была Силва Батафлай серебряная бабочка пока-пока и еще хотела скатать немножко по скриптам я уже лучше буду для кого-то каким-то фриком но для себя я человек который в своем уме имеет два высших образования и любит эту жизнь того чего и вам желаю это уже точно пока-пока и всем всего самого доброго я хочу чтобы Продолжение следует...